Всем привет, меня зовут Мария Еременко, вы находитесь на канале онлайн технологии в образовании и сегодня я расскажу вам о том, как работать в сервисе Kahoot, расскажу все плюсы, все плюсы и еще раз, плюсы этого сервиса, потому что минусов у этого сервиса нет, ну, за исключением платных подписок. Поехали! И для того, чтобы попасть в Kahoot, мы с вами заходим на сайт kahoot.com. Этот сайт на русский язык не переводится, но вы можете воспользоваться встроенной функцией Google-переводчиков в браузере и он у вас автоматически будет переводиться. Для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями, вам нужно сначала зарегистрироваться. Нажимаем зарегистрироваться, выбираем учитель, выбираем, что мы работаем в школе, либо в другом месте, да, которое представлено. И, соответственно, здесь вы начинаете вводить свою электронную почту и пароль, который вы хотите иметь для того, чтобы там авторизироваться. Я, соответственно, возвращаюсь, воспользуюсь кнопочкой Login, то есть авторизация. Итак, сервис автоматически меня перекидывает. Вот, у меня все уже вбито. Нажимаю Login и захожу в свой профиль. В моем профиле я сейчас увижу фотографию. И это не моя живая фотография, как вы знаете, это Bitmoji. На эту тему я снимала видео. Если будет интересно, обязательно посмотрите. Там вы научитесь создавать вот таких вот персонажей, стилизованных под себя. А здесь Kahoot. Я вас научу сейчас, как добавить этого персонажа в ваш профиль. Это вам поможет запускать ваши все Kahoot'ы с вашим Bitmoji на первой страничке. То есть, пока дети будут присоединяться, у вас будет ваш Bitmoji в виртуальном таком классе. Сейчас все покажу, но сначала давайте посмотрим, где же все-таки это Bitmoji присоединить. Нажимаем на фотографию, нажимаем Settings настройки и Profile Settings. Здесь, как вы видите, сразу открывается у вас профиль. И вы видите вот эту фотографию, но она скачана, не загружена. Она вытянута из приложения Bitmoji на телефоне. То есть, вы обязательно там авторизируетесь, все делаете, как в видео. И у вас получится, что после того, как вы это сделали, у вас появится здесь кнопочка присоединить Bitmoji. И как только вы нажмете, у вас появится QR-код. Вы его сканируете телефоном, и у вас все это дело автоматически присоединится. Что я имею в виду под Bitmoji, когда вы будете запускать игры? Сейчас покажу. Заходим в библиотеку нашу, нажимаем на любой кахут. Сразу рассказываю про все настройки, которые здесь появились. Давайте переведем на русский для простоты. Давайте сразу расскажу про эти настройки. И здесь появилась новая функция. Это показывать вопросы и ответы на устройства учеников. Если раньше это было просто 4 варианта ответа, 4 квадрата разных цветов, красный, желтый, синий, зеленый, то сейчас это прям полноценный вопрос, полноценная картинка или видео, и 4 варианта ответа внизу. То есть, то же самое, что вы обычно выводили на доску. Если вы хотите, чтобы участники видели вопрос на гаджете, ставим этот ползунок. Все остальное, в принципе, можно не трогать. И здесь мы обязательно, вот если хотим Bitmoji видеть, то включаем ON. Нажимаем режим классический. И ждем, пока наши игроки подключатся. Тут появляется пин-код. И здесь присоединилось видео, которое я загружала при создании образца. То есть, я пробовала просто, как будет работать заставка. Но, если это будет не видео, то здесь будет просто классная комната с моим Bitmoji. Но Bitmoji здесь остался. Также можно запустить командную игру. То есть, если классическая версия это один девайс на одного человека, то командная игра, если у вас, например, есть 4 планшета в классе, то вы разбиваете детей по командам, и они также присоединяются. Как вы видите, Bitmoji будет каждый раз разный. То есть, программа автоматически будет сама выбирать персонажа. Если вы его переоденете, поменяете стрижку, то все это тоже поменяется. И здесь уже ничего не нужно будет изменять. Вам нужно будет просто зайти в приложение Bitmoji и там внести все изменения. Давайте посмотрим, какие есть преимущества у этого сайта. У каждой игры, после каждой игры сохраняется отчет. То есть, если даже вы не успели посмотреть, кто победил, или провести какой-то анализ статистики, да, сделать статистику, то мы заходим в кнопку отчеты. И вот здесь у вас, посмотрите, сохраняются все-все-все ваши игры, когда вы отрабатывали, закончено, не закончено. И, как вы видите, у меня их очень много, потому что я работаю с этим достаточно давно. Ну, там можно кликать до бесконечности, я думаю, да. Я могу посмотреть отчет каждой игры и посмотрите. Здесь был один игрок, потому что это было домашнее задание. Вот там, где кубки, это вызовы. Вызовы – это домашнее задание. Их можно задавать как одному ученику, так и в целом классу. Все зависит от того, кому мы отправили ссылку. Например, вот был модуль 1, вот три игрока у меня решали. Это было на отдельную оценку. Видимо, они мне присутствовали на уроке. И тут во вкладках «Игроки» я вижу, кто как прорешал, какие вопросы были и кто как на них ответил. И могу провести соответствующий анализ вот этой самой игры. Ну, соответственно, дата начала, дата окончания. Вся информация очень подробная здесь есть. Можно посмотреть подиум. Это то, что ребята видят по окончании пройденной игры. Ну, соответственно, и так далее. Их это очень радует, потому что это такая гордость, да, что они победили. Возвращаемся к отчетам. Здесь есть вкладка «Лайф игры», это живые игры. Здесь все то, что вы играете прямо на уроке. А вызовы – это как раз домашнее задание. Как задать домашнее задание? Открываем любой кахут, нажимаем «Играть». И вместо кнопки первой «Учить» я нажимаю кнопку «Назначить». Здесь я выбираю дату, здесь я выбираю время. И, соответственно, здесь я включаю таймер. Здесь также можно включить, помешать ответы и возможность выбрать никнейм. Но никнейм мне не нужно, мне нужно, чтобы они имена писали. Поэтому нажимаю «Create», «Создать». И у нас создается вот такое задание. Но заданием нужно обязательно поделиться. Чтобы им поделиться, у нас тут есть либо ссылка, либо пин-код, который мы можем отправить в WhatsApp, либо можно кинуть на Google Classroom. Кликнув на Google Classroom, вас открывает сразу Google Classroom, он синхронится. Далее вы выбираете класс, например, выбираете действия и нажимаете кнопку «Далее». Все, задание у вас запускается, написано «Завершится через 4 дня». Через 4 дня я прихожу и смотрю, или там, ну, естественно, я не на 4 дня даю, на 1 день, либо на 2-2 дня, смотря, все зависит от того, ну, каникулы там, может быть, выходные и так далее. Это очень все индивидуально. Здесь можно изменить название своего квиза и написать «Домашнее задание» и «Сохранить». Все, отчет мы переименовали. То есть отчет у нас будет сохранен не под названием квиза, а под фразой «Домашнее задание». Вот поменялось. Чем приятен Kahoot еще? Здесь есть вторая кнопка, и я думаю, это самая популярная кнопка здесь на этом сайте. Это кнопка «Discover», то есть изучить, найти то, что уже делали. Смотрите, здесь есть уже созданные задания, и их миллионы. Давайте попробуем найти что-нибудь по нашему вкусу, например, приставка «Pre-Pre». Ну, я думаю, где «Pre», там и «Pre», да. Приставки «Pre-Pre», и у меня появляются здесь вот все Kahoot, которые были созданы с этим топиком. Может быть, что-то тут не подойдет, да, прям четко, но понимаете, что мы можем посмотреть, открыть, подобрать тест по русскому языку. Непонятно, что за тест, о чем тест, но мы всегда можем зайти, и мы можем нажать вот здесь «Show answers», либо показать ответы, либо вот здесь кликнуть, и вы посмотрите, какие тут варианты. Под «Pre-Pre» нам не подходит, давайте вернемся и откроем вот здесь. Итак, и у нас здесь уже готовый Kahoot, мы можем его отредактировать, нажав кнопочку синенькую «Edit», и обязательно делаем дубликат, да, потому что он будет сохранен уже под нашим именем, если вдруг мы что-то тут будем менять. Сейчас пока не будем ничего менять. Вернемся на то, что у нас здесь есть. Можно добавить этот Kahoot в любимый, в любимый, нажав звездочку. Можно поделиться этим Kahoot где угодно, также ссылки наверху, и вы можете воспользоваться всеми сервисами. Далее, что можно сделать? Можно, конечно же, запустить игру и нажать как онлайн-игра, либо как домашнее задание. А можно посмотреть practice, то есть попрактиковаться без других учеников, то есть один на один можно поиграть. Вот такой замечательный выбор, огромный выбор дает нам сайт Kahoot, а также, конечно, здесь очень много именно Kahootов созданных, видите, Marvel создает, Disney, то есть они прям затачивают свою аудиторию и знают, что Kahoot настолько популярный сайт, что есть смысл делать свои Kahootы. То есть вы можете открывать, особенно если английский преподаете, да, то тут просто замечательные уже созданные Kahootы, которые вы можете использовать, и все в шикарном варианте, в шикарном виде. Все, здесь, конечно, кнопка Edit уже заблокирована, потому что это корпорации делают. И давайте же скорее перейдем в нашу библиотеку и создадим наш собственный Kahoot. Здесь появилась также папочка Collections, и здесь мы можем создать свою коллекцию и распределить, например, по классам наши задания, например, второй класс. Здесь можно выбрать какую-то картинку и нажать кнопку Create. Все, создали. Можно сразу же задать, вот, например, части тела. Добавлю два Kahootа сюда. И посмотрите, здесь мне не нужно будет искать по всем Kahootам, я просто открою свою коллекцию. Теперь добавь, все надо нажать кнопочку Done. И, соответственно, вот, открывается, и у нас сразу Kahootа структурированы по классу. Очень удобно, вы можете создавать любые тематики, любые коллекции свои. Переходим назад в библиотеку, и сейчас мы будем создавать, вот, нажимайте кнопочку Create и создавать свои задания. Здесь представляются шаблоны. Два последних шаблона платных, пять шаблонов бесплатных, ну, плюс новый Kahoot можно создать. Итак, что здесь есть? Здесь можно узнать своего учителя. Так, здесь есть Kahoot просто на задание какое-то определенное. Это учи с помощью слайдов, студенты и селфи. И представьте новую тему Blind Kahoot. Это вслепую, с помощью Kahoot. Мы выберем простую тему, самую первую, это вот, где новый Kahoot. Что у нас здесь есть? У нас сразу открывается первый слайд, первый вопрос, и этот вопрос бесплатный. Бесплатная версия, сам распространенная, да? Это выбор одного из четырех или там, из трех или из двух вариантов ответа. Чтобы создать наш вопрос, мы пишем вопрос. И здесь мы выбираем, например, вот мы хотим, чтобы это было темненьким, чтобы это было курсивом. Можно выбрать регистры, символы и функции для математиков, физиков, химиков. Далее, есть кнопка добавить аудио или видео. Можно сюда вставить ссылку по YouTube, можно добавить любую картинку с компьютера, а можно воспользоваться галереей. Вот у меня была версия платная, сейчас она стоит 2 евро, которая позволяла мне пользоваться библиотекой. Библиотека – это замечательная вещь, например, я хочу найти робота. И у меня Kahoot сразу дает миллион картинок с моей тематикой. И потрясающая подборка, на самом деле. Так будешь искать, долго будешь искать. Поэтому я покупала эту версию и пользовалась с удовольствием, когда создавала свои. Но можно воспользоваться и бесплатной версией. Посмотрите, тут есть история, математика, музыка. И если вы можете поискать здесь, ну, здесь достаточно большое количество картинок, можно добавить абсолютно любую, которая вам понравится. И потом начинаем вводить ответы. Ответ 1, ответ 2, ответ 2 будет здесь, ладно. Ответ 2, ответ 4. И после того, как вы выбрали, ну, написали здесь ответы, да, вы нажимаете галочку на том вопросе, на котором, который будет правильно. Если вы нажмете 2 галочки, то, соответственно, у ребенка будет либо этот, либо этот вариант. Он не сможет выбрать 2, потому что здесь есть функция MultiSelect. Это чтобы они сразу 2 убирали, но она платная. Поэтому здесь мы ставимся на SingleSelect. Но, может быть, как 2 варианта ответа тоже можно оставить. Далее, здесь в платной версии, вот как раз-таки за 2 евро сейчас продается, была вот тоже такая функция, когда можно добавить вот такой вот визуальный эффект, когда картинка будет появляться постепенно. То есть, например, в вопросе есть подсказка в картинке. И ребята, как бы, те, кто отвечают, ответы не знают, могут немножко подождать, да. А те, кто знают, они возьмут преимущество очками, то, что они быстрее ответят. Очки даются в зависимости от правильности и от скорости, как вы знаете, да, в кахуте. Поэтому ребята стараются быстрее ответить. Здесь можно выбрать временной промежуток, то есть время, отведенное на вопрос. Можно выбрать, какие очки вы даете. Вот, например, удвоенные очки, двойные. Либо это просто вопрос стандартный. После того, как вопрос создан, мы переходим в кнопочку Add Question, либо копируем уже созданный вопрос. Ну, можно его удалить. Итак, нажимаем Add Question, и у нас появляется вот целая такая палитра, да, вариантов, которые мы можем выбрать. Мы сегодня создадим True, False. Еще вопрос. Давайте напишем вопрос номер 2. И здесь мы просто уже выбираем либо True, либо False. Он со мной спрятан. И добавляем, соответственно, также картиночку, которая нам нравится. Что здесь? Здесь вот эти вот слова менять нельзя. Поэтому, если вы хотите оставить русский вариант, то лучше воспользоваться обычным вот первым вопросом. И здесь просто написать правда и ложь. И вот можно, соответственно, здесь тот же самый вопрос сделать, как True, False, только уже не по-английски у вас будет говориться, да, а по-русски. Вопрос 3. Далее. Далее мы можем воспользоваться платными, конечно же, услугами, да. И здесь мы сейчас посмотрим, как работают Type Answer, Puzzle и Pool. Type Answer мне очень сильно понравилось, когда я его встретила в каком-то кахоте. Тут задача ученика, то есть у него есть вопрос, например, напиши яблоко, и он должен написать по-английски Apple. Да. И, то есть, это как можно и диктант провести, да, и слова повторить, и спеллинг проверить. Ну, и, соответственно, можно опять добавить картинку. И здесь вот Food and Rings найти яблоко попробовать. Но я не думаю, что стоит тратить на это время. Яблок тут нет. Ну, может быть, где-то и есть. Но если бы это была платная версия, да, то это было бы Apple, и было бы куча яблок. Давайте попробуем ввести на русском. Да, на русском тоже ищется, и, как вы видите, все картинки у нас платные. Все, закрываем. Это нам не нужно. И пойдем дальше. Add question. Теперь вопрос в виде пазла. Вопрос в виде пазла. Здесь, например, расставьте, поставь фрукты в алфавитном порядке. Дети сразу начинают паниковать, паниковать, потому что у них как, что делать. Ну, они один раз делают, например, абрикос, и тогда поймут, как картинки эти передвигаются. То есть, ничего страшного, вы просто им объясните, и в следующие разы уже будут они спокойнее, уже будут увереннее. То есть, такие, вот такой тип задания тоже очень часто попадается в готовых кахутах, и он достаточно интересный и немного сложнее, чем обычный выбор с четырех вариантов ответа. Виноград, слива, яблоко. Все, здесь time limit можно немножко увеличить, да, если делаете первый раз. Ну, и, соответственно, вопрос у нас готов. Далее. Fool – это опрос. Это вопрос без оценивания, без балла, но мы собираем статистику по количеству ответов, то есть, смотря сколько ответов там дали. Учеников сказали «да», сколько учеников сказали «нет» и так далее. То есть, этот вопрос у нас без очков. Все схематично то же самое писать сейчас не буду. Далее. Вот все три вот эти функции, они не даются даже попробовать, потому что они входят в версию Kahoot Edu, и я сейчас вам покажу. Она даже не вписана там в платные варианты, то есть, она здесь отдельно вынесена за 12 евро. То есть, если вам это интересно, если вы часто пользуетесь, то, наверное, есть смысл, ну, как бы, заплатить и пользоваться вообще всеми фишками, которые возможны. Если есть возможность покупать ежемесячно, то я куплю и покажу вам, как работают все эти функции в следующих видео. А сейчас возвращаемся в наш сайт, и здесь у нас вот эти вот функции. Это облачный сервис, сделать облачко из слов. Это очень классно, да? Когда вы, там, проводите какой-нибудь мозговой штурм. Open-ended – это открытые вопросы. Это открытый вопрос, то есть, вы задаете вопросы, и они пишут вам ответы в свободной форме. Brainstorm – это мозговой штурм как раз, да? Собираете, обсуждаете и голосуете за идеи друг друга. Интересная должна быть функция. И последняя функция – это слайды. Слайды – это когда, например, у вас вы создаете урок, и добавляете туда тесты, да? И в данном случае у нас доступен в бесплатной версии только классический первый тип. Здесь вы пишете, например, «Тема урока». Здесь вы вводите видео по уроку либо картинку. И здесь пишите более подробную информацию. Подробная информация. О, об этом слайде. Все. И, соответственно, слайд можно перетаскивать, просто зажав в любом месте. Вопросы также можно менять местами. Ну и запускаем. Итак, все, что у нас вопросы с такими вот коронами, я их удаляю, потому что у нас, иначе, кахут не сохранится. Я думаю, что создание тут интуитивно понятно. И мы с вами, мы сейчас это все удалим. Очень жаль, конечно, что все это дело платное, потому что функционал шикарный. Нажимаем кнопочку «Дан», и здесь нам пишут, вот голосование не может быть пустым. И мы это голосование сейчас просто удалим, не будем тратить время на него. Каждая кнопка здесь в конструкторе – это «Question Bank», это банк вопросов. Заходим в «Question Bank», и, например, вы ищете вопрос на тему сложения. И, как вы видите, у нас сразу же выдаются вопросы. То есть давайте добавим такой вопрос, сложение дробей, такой вопрос, такой вопрос и так далее. То есть вы можете искать по уже готовым, не «Кахутам», а уже по готовым вопросам. Например, «Кошка». И вот «Кошка». И тут нужно выбрать слово. И так далее. То есть это очень удобно, если у вас совсем нет времени, или вы делаете «Кахут», и вам не хватает каких-то других вопросов, вы всегда можете поискать вот таким вот способом. на английском языке, конечно, таких вопросов будет много. Больше, чем на русском. Ну, нажимаем кнопку «Show more», и, соответственно, выбираете все, что вам нравится. Закрываем, и все вопросы появляются, как вы видите, вот с левой стороны. Все, нажимаем кнопку «Да». Нажимаем название «Кахута». «Кахута». Пишу просто «YouTube». Нажимаем «Континью». У нас создается «Кахут», и мы сейчас сразу будем его тестировать. Можно протестировать, можно поиграть просто, можно поделиться с другими. Давайте потестируем. В таком тесте открывается у нас и телефон, как у ученика, и доска, как у учителя. Появляется ваш битмоджи. Здесь все оставляем, нажимаем «Классика». «Классик». И у нас запускается наш созданный «Кахут». Включается музыка. Давайте еще сделаем. Включается музыка. Вот я стою в костюме «Космонавт». Почему-то и здесь мы вписываем. То есть каждый раз ваши костюмы, ваши действия будут разными. Я прошу детей писать фамилию, имя, и, соответственно, можно добавить какой-нибудь смайлик, эмоджи. Все, чтобы мне понимать, потом, когда я буду делать статистику по результатам. После того, как вы добавили детей, тут есть такая функция, можно убрать человека, если он написал плохой никнейм. Тут есть такая функция, убрать человека. Вот видите, я навожу курсор, и он зачеркивается. То есть, если вдруг ученик написал какое-нибудь плохое слово, либо назвался как-то так, как вам не нравится, то я вам рекомендую его просто удалять, и он тогда автоматически придется ему заходить заново. Для того, чтобы присоединиться, либо они скачивают приложение, либо, что еще проще, заходят на сайт kahut.it. Будьте внимательны, потому что дети часто путают, они вводят не и таком, ну и, соответственно, у них получается паника, я не могу зайти. То есть, вы первый раз там второй показываете, потом они сами научатся, и уже будут нормально быстро заходить. Нажимаем старт, и сейчас мы увидим, как будет отображаться на доске и на планшете ученика на телефоне. Итак, первый вопрос у нас true-false, и нам нужно выбрать тут. Как вы видите, мы настроили так, чтобы ученика отображался, как на доске, поэтому здесь мы просто отвечаем, выбираем, пишут правильно или неправильно, на каком мы месте, а учитель должен включить кнопочку далее, нажать и посмотреть уже все, включить следующий вопрос. Так проходит игра в kahut, и, соответственно, тут у ученика время, кнопки, здесь, если неправильно показывает сразу, ну и, соответственно, все. Тема урока вот выглядит вот так вот, картинку мы с вами не добавили, дальше идет подиум, все, то есть у нас получилось два вопроса и слайд. И здесь, как вы видите, наш подиум, но на подиуме будем только мы, потому что мы единственные, кто играл в эту игру. Закрываем тест, и давайте посмотрим, поделиться. Ну, поделиться, да, тоже можно, видите, Facebook, Twitter, Pinterest, Microsoft Teams, Google Classroom, на почту и Remind. Все, можно ссылочку отправить. Давайте же посмотрим, сколько стоят все эти удовольствия, да, все эти бонусы, которые нам предлагает этот сайт. Так, нажимаем на нас, нажимаем на Settings, и нажимаем Billing. У меня был Kahut Pro для школ, вот он написан, истек, в срок, мой период, 6 февраля, и я продолжать не стала, потому что я редко сейчас делаю Kahut, и я пользуюсь чужими. Но если вы планируете создавать, и планируете пользоваться более расширенной версией, то это здорово, потому что это детям будет прям очень интересно. Давайте нажмем на Renew Subscription, и посмотрим, что он нам тут предлагает, да. Сейчас, на данный момент, вот у меня была вот Kahut Pro, буквально вчера я смотрела, уже было 2 евро, а не 3 евро. И, соответственно, сейчас идет скидка на вот Kahut Premium Plus, но здесь разницы в этом Kahut Premium и Kahut Premium Plus вообще никакой почти, кроме вот здесь вот готовые Kahut'ы какие-то, и Navigate to Previous Questions, и навигация к предыдущим вопросу. Можно дать Kahut'у академический какой-то статус, вот сюда, и отдельные тут возможности. Я не знаю, почему здесь нет версии на 12 евро, которую мы видели с вами как Kahut Edu, но имейте в виду, что и такая версия тоже есть, то есть она стоит в 2 раза дороже, чем эта версия. На этом мое видео подошло к концу. Я рассказала обо всех известных функциях этого сайта. Если у вас остались вопросы к этому видео, пожалуйста, пишите в комментариях. Я с удовольствием постараюсь на них ответить. А пока, пока!